Здорово, пацаны! Ух ты, кот испугался аж моего голоса. Всем привет, всем привет! Я выздоровел, во-первых, спасибо большое за ваши пожелания мне здоровья, я выздоровел. Иногда кажется, что я нахожусь в бреду, потому что новости, которые стали появляться со вчерашнего дня, они такие, как будто я уснул под воздействием каких-то таблеток, и мне снится всякая дичь. Например, вот в период моей болезни мне снилось, что я работаю, ну не работаю, но, короче, являюсь штурманом для Мануэла Фернандеша, который гнал к стадиону от аэропорта, что ли, что-то. Ну, то есть, короче, я ему подсказывал дорогу, и мы гнали на какой-то спортивной тачке по Москве до стадиона, а я ему говорил, типа, поворачивай направо, поворачивай налево. Это был странный сон, это был очень странный сон, но, собственно, увидеть инсайт от Карпа, что в локомотив приходят Дзюба и Смольников, это тоже довольно странная штука, я ее вообще не ожидал. Так что, вот, сейчас будем говорить про Смольников и Дзюбу, да, смотрите, я еще вообще не смотрел презентацию, так что давайте в прямом эфире моя реакция на ролик-презентацию Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в локомотиве. Так это практически вещий сон, получается, был? Садись, подвезу! Забуд 5 поставить! Идея гениальна, но я не понял, в чем она заключается. Это вот ради этих 40 секунд они ждали презентацию Дзюбы и Смольникова до 8 вечера. Интересно, интересно. Таркан, если что, играет. Не будет никакой картинки на око, обсуждаем все как есть, воротнички поправить, а то же заколебут потом в комментариях. Дзюба таксует без работы. Понял. А Смольников не заработал на свою тачку. Дезидор-то приехал к нам в итоге раненый, поломанный, не в курсе, приехал. Только его скрывают от нас. Так. Давайте быстренько по ведению, так сказать. Стримов, как обещал, будет много, поэтому не удивляйтесь, что вдруг внезапно в среде недели запустил поболтать про Дзюбу. Есть что сказать. Есть о чем вас послушать, безусловно. Меня очень интересует позиция многих людей по поводу Дзюбы. Потому что, ну, одно дело спорить в тексте, другое дело вот так вот, когда я болтаю и могу накидывать куски текста, показывать какие-то картинки, показывать какие-то видосы, статистику и прочую штуку. Вот, другое дело все это переписываться в чате в 4 утра, что, конечно, не самая удобная штука. Жопы подорвало очень многим. И я, ну, прекрасно понимаю, почему это произошло. Потому что, ну, слишком яркий контраст получается с тем, что было раньше. Но все-таки, не знаю, мне кажется, что пропорция радостных-нерадостных должна быть примерно 50 на 50. А тут она где-то 20 на 80 в сторону негатива. Это меня немножко смущает. Завтра, завтра у нас будет еще один стрим. Поэтому тоже запасайтесь попкорном. Будем говорить про экономику в футболе, экономику в локомотиве, экономику в российском футболе. Вроде как договорился я с Григорием Баженовым, нашим замечательным одночатовцем, со-чатовцем, болельщиком локомотива. И заодно популярным экономистом, которого вы могли видеть на его YouTube-канале, на многих других YouTube-каналах. Много он говорит про экономику. Мы будем говорить про экономику именно в футболе. Как теперь нужно выживать, нужно ли уходить от государственной экономики и все такое. Думаю, что завтра где-то часов 8 в Москве начнем. Поэтому ставьте себе галочку в вашем календаре. Контента, где-то между новым интервью Дудя и каким-нибудь юмористическим шоу. В воскресенье будем смотреть Товарняк, играем с Уралом. Так что, ну, как минимум еще два раза на этой неделе с вами встретимся. Ну и, естественно, запишу новости. Все, как я уже говорил, я уже не болею, поэтому никаких отговорок у меня нет. То сяду и запишу Ежу новости. Естественно, будет о чем поговорить в рамках Ежу новостей. Вот. Ну и, наверное, запись этого стрима тоже запущу в YouTube. Понимаю, что тема Дзюбы, она, конечно, всех волнует. И соберет миллиарды просмотров на YouTube, что вылится примерно в 20 долларов с нынешней монетизации YouTube. За любую движуху, если вылетим, зато не скучно. Всем привет. Не забываем про сердечки. Сердечки – это очень важно. Сердечки – это все еще жизненно важно. Поэтому поставьте, пожалуйста, если вам не сложно. Сердечка под стримом. Она где-то вон там вот внизу есть. Обязательно, обязательно ставьте. Это мне очень важно. Павел Казаков теперь отслеживает канал. Спасибо большое всем, кто фолловится. Спасибо огромное. Наша аудитория на ВК-плее растет. Надеюсь, что она будет еще больше и больше. Уже там через пару недель матча со Спартаком. Я надеюсь, что у нас на матче со Спартаком будет примерно такой же онлайн, как у нас на предыдущих официальных матчах был. То есть 200-300 человек будем собирать. Это будет вообще кайфово. Не особо понимаю, почему Дзюба такой инфоповод. Мы же не Спартакчи. За что нам его хейтить? Это тоже поговорим. Не ожидал, что ты стрим запустишь. Ожидайте, Дзюба мой кумир, мой кумир Дзюба. Это, кстати, отчасти правда, потому что я помню, что наверняка где-то на канале, на YouTube-канале, есть ролик с ответами на вопросы. Давайте я даже проверю. Наверняка он должен быть. Это ролик где-нибудь из 2013 года, что-нибудь в этом роде. Его вряд ли должны были банить, потому что это вот как раз ответы на вопросы. Ну-ка. Мой канал оказался... Меня бесит то, что постоянно запускаются ответы. Нет, видимо, нету. Короче, надо поискать. Но вот я помню, что очень-очень давно на заре еще, когда толком не было никаких стримов, когда в основном я делал видосы на YouTube, один из этих вопросов, да, был, кто мой любимый нападающий. Сейчас там, в тот момент в российской премьер-лиге, как я там отношусь к Артему Дзюбе. И я всегда говорил о том, что Дзюбе один из моих любимых футболистов и, как мне кажется, очень сильно недооценен. На тот момент еще был недооценен, когда он был еще... Слонялся по арендам у Спартака. А сейчас уже, конечно, герой нации. Хе-хе. Хе-хе. Так. Запись завтрашнего стрима будет? Да, конечно. Вообще, все, уже все записи, они на ВКПлее хранятся вечно. Вы можете посмотреть любую запись моего стрима, ну, начиная с определенной даты, когда эти записи ввели. То есть все записи 2023 года, например, на ВКПлее есть, можно посмотреть их. Но записи, которые интересны вне контекста, вне времени, типа сегодняшней записи под Дзюбе, типа завтрашнего подкаста. Наверняка будут еще подкасты, постараюсь еще с кем-нибудь договориться. Вон там Саша Малых всегда готов пообщаться на футбольные темы. Вот такие вещи, конечно, буду выкладывать и на YouTube тоже, просто потому что, ну, я знаю, что многим удобно на YouTube отслеживать появление контента. Веришь в Напу после Дзюба, а вдруг на перспективку? Нет, нет, никаких нападающих больше не будет. И то, что Дзюба в локомотиве, это уже чудо. Привет, Тим, хорошего стрима. Могу спокойно понять, зачем нам Дзюба, но никак не могу понять, зачем нам Смольников при ненаглядыве в составе. Главный вопрос, сколько еще лайков осталось до победы, я поставил. Ну, лайкосов, я думаю, что в этот раз мы лайкосов наберем быстрее, чем достримим нужное количество нам стримов, потому что стримов нам нужно 12 штук в этом месяце сделать, а я пока делаю только третий, а на дворе уже, извините, 8 февраля, поэтому будем ускоряться в какой-то момент, будем смотреть Лигу Чемпионов, будем смотреть все подряд, и таким образом набьем нужное количество нам дней стримов, но надеюсь, что и с остальным все будет нормально. Исидор приехал, да, Исидор приехал, только нам его не показывают. У локомотива есть категория болельщиков, который бомбит на любую новость, это образ жизни. Такие кони-борозды не должны испортить определенно. Два дня со стримами, это Новый год. Думаю, Баженов, это какой-то тролльчатовский, оказывается, серьезный человек. Вот так вот, знаете, горизонт, насколько погорел, что авторизовался. Спасибо большое. Кто-то нашел конспекты Палыча, надеюсь, Басагогу уже набрали. Напрягая, что Глоктеонову каждый матч на сборах разная схема, Айни Церентий теперь отслеживает канал. Спасибо, спасибо огромное. Начинаю выставлять свет. Молодец, молодец. Подготовка к стримам, это очень-очень важно. Я думаю, что мы с тобой где-нибудь непосредственно перед Спартаком пообщаемся. после последнего тролльника, но перед Спартаком, я думаю, что будет интересно с тобой побазарить, потому что, кто не знает, Александр Малых, это человек, который своими живыми, вот великолепными, красивыми глазами отсматривает матч Локомотива на сборах в Дубае, поэтому у него есть живые впечатления. Не вот то, что мы вот с этих вот камер пытаемся усмотреть, углядеть. А вот свои впечатления, в частности, об игре Дмитрия Живоглядова было бы интересно его поспрашивать. Роль Азмунова будет выполнять Глушенков. Давайте, все. Сейчас я соберусь с мыслями. У меня еще жутко пересохло во рту от сегодняшних новостей. И я вам расскажу, что я думаю про Дзюбу, что я думаю про Смольникова. Кто читал чат, кто читал Бусти, примерно все знают, но ртом проговорить какие-то моменты никогда не бывает лишним. Начнем с того, что примерно весь январь я вам говорил о том, что если форвард в локомотиве и появится, то с вероятностью в 99% вам это вообще не понравится, потому что я смотрел много форвардов. Я смотрел, 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 смотрел и пытался понять, кто же тот человек, который, ну, наверное, все-таки поедет в Россию, будет стоить не очень много денег и будет приносить локомотиву пользу. Я смотрел много ребят. Я смотрел, например, такого футболиста, как Тиаго Весина, уругвайский, второй Нуньес, не самый молодой, ему там 22, по-моему, уже года, играл в Ливерпуль Монтовидео Монтовидео и вроде как готов был уходить в аренду. Но ушел он в аренду в какой-то аргентинский клуб в средней руке и там уже начался чемпионат, он в двух матчах 60 минут провел суммарно. Это, ну, не очень сильный футболист, ну, прямо скажем. Но это футболист из тех, кто, наверное, бы в Россию поехал. И вот таких вот ребят, в принципе, можно было наскрести еще там, ну, человек 10-15, которые в целом что-то забивают, какие-то латиноамериканцы, которые типажа большого форварда. И в целом, ну, наверное, Локомотив мог бы потянуть их зарплату. Но проблема в том, что это все будет на уровне вот прихода Конти. И гораздо хуже, потому что Конти хотя бы имел какие-то классные сезоны, что заинтересовал Бенфику. Нападающие они вот таких вот классных сезонов или не имели, или имели, но уж очень давно, да, потому что там в Саудовской Аравии тоже есть пара ребят, таких бразильцев, которые когда-то года 3-4 назад зажигали в чемпионате Португалии, например, и вот, ну, их можно было бы попробовать. Ну, вот что-то такое. Но все это сопровождалось бы какими-то огромными рисками, что все-таки нужно было бы потратить денег на все это, нужно было бы платить им зарплату, адаптировались бы они и стали бы они забивать, не сказал бы вам вообще никто, потому что, ну, а хрен его знает, что вообще в этом мире происходит и что в этом мире творится. Поэтому, когда к началу января нападающего не появилось, у меня, ну, у меня начался скепсис по поводу того, что нормальный нападающий вообще появится. Когда его не появилось к закрытию трансферного окна в Европе, я уже твердо был уверен, что никого нормального в локомотиве не появится точно, потому что я не верю в то, что в российской премьер-лиге может появиться серьезный, сильный, серьезный футболист, который, там, не знаю, появится после закрытия окна в чемпионатах Европы. Например, ЦСКА. Никто не скажет, что в ЦСКА прям отвратительная селекция, все плохо и так далее. Посмотрите, кого ищет ЦСКА. Да, ЦСКА видит усиление в игроке сборной Панамы, который играет где-то в Эквадоре, который что-то где-то когда-то забивал, но потом не подошел, не помню, где он играл. Наверное, тоже в Португалии. Диас, фамилия из Панамы. Вот. ЦСКА нацеливается вот на такого человека. Мы там на Камбинда нацеливались. Ну, что-то такое в Россию сейчас поедет. Посмотрите, да, там Краснодар кого покупает, всяких Кононов, которые играют в чемпионатах в Болгарии. К сожалению, живем вот в таком мире, в котором найти усиление, которое бы нас устроило, нас, которые мыслят категориями того, что Локомотив это клуб, который должен играть в Еврокубках, мне кажется, сейчас практически невозможно. и в этом плане я думал, что уже, ну, наверное, либо вообще никого не купят, либо подпишут кого-то, ну, вот так вот для галочки а-ля Тимур Сулейманов, да, ну, потому что ушел Раканьяц, я думал, что все-таки, ну, кого-то на замену Раканьяца большого должны купить. я почему-то был уверен, что это будет Тимур Раканьяц, Тимур Раканьяц, Тимур Сулейманов из Нижнего Новгорода, который много забил под руководством Галактионова, и, соответственно, там играл у него в молодежной сборной, и подходят под вот эту вот идею, что мы собираем новую молодежную сборную только уже в Локомотиве. В этом, конечно, тоже, я думаю, что очень многие увидели бы негатив, потому что, ну, какой к черту Тимур Сулейманов? Вот этот человек будет нас спасать от вылета, учитывая, что он проводит, ну, такой первый хороший забивной сезон, был уже когда-то в Локомотиве, его зачехлили, и теперь будут покупать за какие-то деньги. Уверен, что это тоже бы все было воспринято с негативом. Но руководство Локомотива решило, что это слишком простой путь, как и, например, купить в декабре Сычевого, ныне Писарского, и вообще не канифолить никому и мозги, потому что, ну, Сычевой Писарский это вот как раз образец того форварда, который Локомотиву по большому счету нужен. Большой, мощный, умеет играть ногами, умеет играть головой, может продавить соперника, довольно активный в завершающей фазе, не просто стоит, ждет мячей, а именно играет в футбол. Да, ну, то есть вообще просто идеальный человек, который, если бы попросили Галактенова описать форварда, который ему нужен, вот Писарский бы подошел под это описание просто идеально. Но по какой-то причине в декабре этого не было сделано. И я, честно говоря, ну, надеялся, мечтал и ждал, что Локомотив подпишет именно вот Сычевого Писарского. Тогда вот была сага с подписанием Глушенкова, мне это казалось, ну, не совсем нормально, потому что зачем мы гоняемся два месяца за Глушенковым, когда лучше бы погонялись за Сычевым Писарским, а роль Глушенкова более-менее есть кому исполнить. Но вот тогда решили, что возьмем Глушенкова, Писарский умотал в крылья, а мы в феврале подписываем Артему Дзюбу. Это, конечно, вынужденное решение. Безусловно, человек, который лежит на свободном трансфере с октября месяца, если бы Локомотив нацеливался именно на Артему Дзюбу, его бы подписали сразу после окончания сезона, в декабре, тогда же, когда подписывали Лантрятова, Глушенкова, Пеняева и тоже, ну, типа, не знаю, насчет Смольникова, но Дзюбу точно подписали бы сразу, чтобы он уже прошел сборы с основной командой. Нет, это, естественно, решение вынужденное, и отчасти из-за этого для меня немножечко вина с руководства, она снимается. То есть, если бы Артему Дзюбу Локомотив подписал в январе, в декабре, я бы жестко бомбил, честно говорю, что, ну, потому что это не селекция, это брать то, что плохо лежит, я такое терпеть не могу, это, ну, так, так невозможно хорошо играть в футбол, когда вы, даже не включая голову, просто, о, Дзюба, берем, о, этот там, пеняй, берем. Нет, это, это вы много денег потратите, кто-нибудь когда-нибудь, конечно, вам повезет и заиграет, но в остальном вы просто соберете кучу мусора. Но, когда проделана какая-то работа, я уверен, что она была проделана, подписали все-таки как-никак Конти, и в итоге пришли к тому, что, ну, все, ну, вот уже через 2 недели вам играть со Спартаком, а форварда как не было, так и нету, но давайте тогда уже подпишем Дзюбу, что уж делать, к сожалению, других вариантов у нас с вами не остается. В этом плане, окей, я готов с этим согласиться, я готов поверить то, что, ну, других вариантов лучше у Локомотива просто уже не осталось. Помните, когда подписывали Джефферсона Фарфана, сейчас бы Артема Дзюбу сравнивать с Джефферсоном Фарфаном. Помните, когда подписывали Джефферсона Фарфана и затем подписывали, там, Зе Луиша или Джорджевича или еще что-то, я вам всегда говорил одну и ту же вещь, о том, что, смотрите, вы подписываете Луку Джорджевича, вы подписываете его на длительный контракт на, там, три года с Зе Луишем, там, тоже на два с половиной, на три или на четыре года, ну, короче, на длительный контракт. Вы тратите денег, вы заплатили, там, за Зе Луиша порядка семи миллионов евро, за Джорджевича порядка двух с половиной, трех миллионов евро, но вы не решаете проблему, потому что вы просто купили затычку, потому что больше никого не смогли купить. И теперь смотрите, как это было сделано в 2017 году, когда покупали Джефферсона Фарфана. С ним подписали контракт, во-первых, он был бесплатный, во-вторых, с ним подписали контракт по схеме 0,5 плюс, там, один или 0,5 плюс два или что-то в этом роде. То есть подписали абсолютно защищенный для Локомотива контракт, который ему ничего не стоил. Заиграет Фарфан, отлично, все, вот тебе контракт, играй и радуй нас дальше. Не заиграет Фарфан, окажется то, что вот эти вот год в Саудовской Аравии полностью убили в нем футболиста. Ну окей, но мы ничего не потратили, мы летом еще раз попробуем найти нападающего, соответственно, который нам уже подойдет. И в этом плане сейчас мне тоже нравится то, что происходит, в отличие, опять же, от Конти, например, когда изначально говорилось, что с Конти мы подписываем контракт на полгода и затем будем думать, а что делать дальше, меня это устраивает Я вот первый раз, когда Карп эту новость повесил, я отреагировал, что ну окей, мне не нравится Конти, но контракт такой, который Локомотив полностью устраивает, потому что, ну заиграет Конти, отлично, не заиграет, чао бомбина. Хотя мне Дюссен нравится гораздо больше. С Дзюбой, судя по всему, да, если по крайней мере я не пропустил ничего нового, с Дзюбой и Смольниковым контракт заключается вот именно по этой самой схеме на полгода и эти контракты, ну прям на какие-то копеечные суммы. Хоть футбольные биги и там другие разгоняют суммы в миллионы, но это миллионы рублей и, извините меня, подъемные, которые исчисляются пятьюдесятью тысячами долларов в российском футболе звучат просто очень смешно, учитывая, что там, не знаю, два года назад Дзюбу бы подписывали на зарплату в два с половиной миллиона евро. Посчитайте, сколько раз в двух с половиной миллионов евро умещаются агентские, подъемные и его нынешняя зарплата. Думаю, что вас этот результат поразит. Сейчас для Локомотива это, ну, абсолютно безопасный и ни к чему не обязывающий контракт. И я, кстати, много видел комментариев, типа, а вот летом обязательно продлят контракт с Дзюбой, да и, господи, если Дзюба начнет играть, если Дзюба забьет какие-то важные голы, там, принесет Кубок России, спасет Локомотив от вылета, ну, типа, а что бы не продлить с ним контракт? И наоборот, если Дзюба будет плохо играть, все, гуляй и езжай, ищи новый клуб себе, а мы тут дальше что-нибудь подумаем сами. Это все лирика, которая не относится к Дзюбе как к игроку, да, это все вот просто некий антураж того, что происходит, мое, собственно, личное отношение, потому что на месте Дзюбы, в теории, мог бы быть какой-нибудь другой нападающий примерно того же уровня, который, ну, а-ля тот же самый, там, Тимур Сулейманов, условно говоря, да, ну, не просто, не что-то гениальное, да, а просто все, у Локомотива закончились варианты, но им нужно было бы подписать абы кого, да, типа, отдали Раканьяцца, взяли Раканьяцца 2 из каких-нибудь чукаричек, ну, окей, все понимаю, ничего уже к этому моменту я не ждал от Локомотива, что они привезут кого-то хорошего, это, кстати, только про Дзюбу, про Смольникова тоже отдельно скажу, но, конечно, Смольников вызывает гораздо меньше желания обсуждать, чем Артем Дзюба, сам Дзюба, сам Дзюба, меня немножечко, ну, как я уже признался, мне всегда нравился Дзюба, как футболист, мне всегда довольно странным казалось, когда Дзюбу называли бревном, когда Дзюбу называли вообще ничего не умеющим, не футболистом, вот вчера Игорь Финогенов в чатике писал о том, что сомневается, что Дзюба вообще футболист, да, человек, который забил больше 250 голов за свою карьеру, а для российского футбола это огромные цифры, даже для нероссийского футбола это достаточно большие цифры, для российского, да, это близок к топ-3 самых лучших бомбардиров всей Руси, и плюс к этому он еще отдал там что-то порядка 150 голевых передач, что тоже огромное количество, и человек, дерево, просто никогда бы не отдал даже трети от такого количества, на мой взгляд, Дзюба довольно техничный парень, и что мне всегда в нем нравилось, это отсутствие жадности в этом парне, что он всегда готов играть на команду, он всегда готов отдать передачу, он всегда готов побороться, влезть в любую вот эту вот драку внутри штрафной площади, чтобы затем мяч отскочил к партнеру, и это, блин, это именно то, что Локомотиву нужно прямо здесь и сейчас, если вы смотрели со мной товарищеские матчи, которые Локомотив проводит, вы наверняка видели, как я бомблю от того, что в них происходит, что Локомотив очень плох в игре впереди, у Локомотива регулярно не находится игрока внутри штрафной, который бы мог выигрывать единоборство, который мог бы замкнуть передачу, который мог бы зацепиться за мяч, мы с вами смотрим, как Камано играет центр-форвардом, и там 60 минут, пока Камано играет, Локомотив ни за одну передачу вперед не зацепится в принципе, а наладить быструю игру без доставки мяча вперед, ну, ну невозможно, Игнатьев кое-как за эти мячи еще может зацепиться, но вот в матче с Урарту, как потом я пересмотрел, как правильно подметил Александр Григорян, Игнатьеву дали 4-5 передач, не верхом, да, не то, чтобы он боролся за них головой, ему дали передачи низом, и каждый раз защитник соперника, видя, что дают передачу Игнатьеву, опережал Игнатьева, совал ногу, и, собственно, атаки быстро не получалось. Так нельзя играть в футбол, и отсутствие таких игроков у нас в атаке, оно, ну, точнее, можно так играть в футбол, если у вас сильная линия полузащиты, и вы можете выходить через короткий перепас, именно не теряя мячи, но у нас там играет Куликов, Мородишвили, Дмитрий Баринов, и даже если там будет играть Крпукас и Щетинин с Раковым, это принципиально никакой проблемы не решит. Да, если там играл Лас Диара, Ману Фернандеш и Алексей Миранчук в центре поля, ну, наверное, можно было бы обойтись и без форварда, который выиграет борьбу, но так как у нас все-таки играют Куликов, Мородишвили, то такой нападающий, извините, очень сильно нужен, и... В этом плане, конечно, Дзюба очень сильно должен помочь. В чем вообще сильные стороны, да, Артема Дзюбы? Не только в том, что он может продавить и забить гол, да, всегда сильные стороны Дзюбы были в том, что он выигрывает большое количество единоборств, и, соответственно, скидывает мячи по флангам. В этом плане, я думаю, что Галактионов, которому, кстати, не нравятся товарники, которые играют локомотив, да, не нравится то, что делает локомотив, как мы знаем из интервьюшек, должен получить довольно эффективный способ забивать голы и, в принципе, двигать атаку локомотива вперед. Я не знаю, в каком состоянии находится Артем Дзюба прямо сейчас. Я посмотрел нарезку действий Дзюбы в атаке в чемпионате Турции. Она, кстати, вышла гораздо более объемной, чем я думал. Я думал то, что Дзюба там вообще практически не играл, а он там даже со стартовых минут выходил и несколько классных моментов для команды организовал как раз вот в том стиле, который я жду, что он будет в локомотиве давать локомотиву. Вот. Но, конечно, у него там особо не пошло. Не всегда он выигрывал единоборство, которое должен был выигрывать. Ну и главное, это в какой физической форме сейчас находится сам Артем Дзюба, потому что, ну, мы знаем то, что он не тренировался в команде с октября месяца и, соответственно, что он там натренировал в одиночку, а он что-то тренировал, потому что есть как минимум, сейчас покажу вам, инстаграмм Артема Дзюба. Да, потому что есть как минимум инстаграмм Артема Дзюба, где он вот бегает по беговой дорожке, довольно быстро бегает, кстати, ну и вот занимается вот такими вот вещами. И у него здесь еще... У него здесь вот еще есть... Типа спасибо Дмитрию Шанкину, который, если мы перейдем в его профиль, ЗМС, Арнольд Классик, чемпион мира, тренер сборной России, амбассадор, чего-то там, ну, короче, вот какой-то чувак, который индивидуальный тренер, то есть он занимался. Но чем он занимался и насколько он готов к тому, чтобы, например, сходу начать играть в футбол, например, в воскресенье, чтобы мы его увидели в матче с Уралом, это, конечно, огромный-огромный вопрос. Думаю, что полной готовности здесь быть не может. Естественно, 22-й год для Дзюба вышел крайне неудачным. Если бы мы купили Дзюбу, условно говоря, уровня 21-го года, я думаю, что хейта и вопросов к Дзюбе было бы гораздо меньше, потому что Дзюба 21-го года, Дзюба 20-го года, это, в принципе, довольно эффективный чувак, который забивает по 10-15 голов и отдает по 10-15 голевых передач. Чуть ли не рекордсмен по голевым передачам за сезон. Но чем он занимался 22-й год? Понятно, меньше, забил всего 4 гола. Кстати, в том числе в Лиге Европы он забил Бетису в своем стиле, продавив на угловом, по-моему, и головой отправив мяч в угол. Это большая проблема. Это огромная проблема. И можно, конечно, надеяться только на то, что те вещи, которые уходят у спортсмена с возрастом, которые могут прямо вот мгновенно уйти с возрастом, никогда не были козырьмя, козырьми, козырями Артема Дзюбы. Это скорость, это физическая выносливость, это какие-то вот такие вот рывки, которые могут исчезнуть. Как, например, они исчезают у футболистов а-ля Дмитрий Сычев или Майкл Оуэн, когда, ну, ты всегда играл на рывках, ты всегда играл на том, что ты выскакивал за спин защитников, резал там угол с фланга в центр, получал длинную передачу, выходил один на один, забивал. И когда твоя скорость падает, оказывается, что противопоставить что-то защитникам ты уже особенно не можешь. Такие форварды, как Артем Дзюба, они в общем и целом играют до Сидин. Посмотрите, что там, не знаю, Ливандовский эффективен сейчас абсолютно так же, как и был там 10 лет назад, что какой-нибудь Ибрагимович как забивал там в 28 лет, так забивал в 38 лет. Сейчас бы сравнивать Артему Дзюбу с Златаном Ибрагимовичем, скажут мне мои добрые фанаты. Я не сравниваю, безусловно, я просто говорю о том, что возраст над нападающими такого склада, он, ну, чуть менее властен, чем над форвардами, которые играют исключительно за счет скорости, за счет бега, за счет рывка, за счет техники. Потому что эти вещи, они с возрастом действительно уходят. А вещи, которые продавить соперника, выбрать позицию, там, не знаю, сыграть головой, пробить по мячу, это у тебя никуда не уйдет. И, ну, тот же Павлюченко, да, посмотрите, он, ему там 40 уже лет, или сколько, он во втором дивизионе по 20 мячей кладет. Игорь Лебеденко, там, 40 лет он до сих пор играет. Это вот все вот такие вот форреды, которые никогда не славились скоростью, а брали за счет других вещей. Поэтому, честно, я не думаю, что Дзюба как-то стал принципиально хуже от того, что ему стало 34, а не 33. Тем более, что тоже показывал довольно важную вещь для игроков возрастных. это история травм. И посмотрите, что к 34 годам у Артема Дзюба накопилось ну вот такое вот количество травм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Звучит страшно, но гейммист один-один вообще ничего не пропустил. Две, одну, 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 вообще ничего. И вот она самая страшная травма, по которой он пропустил аж три игры за Зенит. У Дзюба никогда не было серьезных травм во время его игровой карьеры. И это, конечно, очень серьезно продлевает его футбольное долголетие. И это совершенно, опять же, не история Дмитрия Сычева, у которого была травма, после которой старение начинается гораздо раньше. Люди, у которых было много травм, они карьеру заканчивают гораздо раньше, просто потому, что, увы, уже не тянут. И опять же, да, вот посмотрите на долголетие Лионеля Месси, на долголетие Криштиану Роналду. У них тоже были травмы, но никогда не было травм на полгода, условно говоря. Вот. Это Артем Дзюба. Вместе с Артемом Дзюбой в локомотив приходит еще и Игорь Смольник. Вау. Чего вообще никак не мог ожидать, так это приход Игоря Смольникова. И если приход футболиста а-ля Артем Дзюбы, на мой взгляд, в локомотиву был необходим, то приход Игоря Смольникова, ну, на мой взгляд, необходимостью, вот именно словом необходимость, никак не может быть описан, потому что, ну, Игорь Смольников, это, конечно, крайний защитник, правый защитник, а мы всегда говорили о том, что правый защитник в локомотиве это какая-то шляпа полная, что Живоглядов, что Нинахов. Ну, блин, Игорь Смольников, серьезно, 34 года, те же самые. Вау. Это прям неожиданность. Окей, если попытаться залезть в голову к Михаилу Галактионову и пытаться понять, а нахрена ему нужен Игорь Смольников, то можно понять про Смольников одну вещь. Он в 34 года бегает быстрее, наверное, любого футболиста в локомотиве, если не брать футболистов Атаки, Исидора и Пеняева, да, и Керка, наверное, но Керка уже нету. Я посмотрел нарезку действий Игоря Смольникова в этом сезоне, и он бежит просто как какая-то гребаная электричка. В этом не всегда есть какой-то смысл, зачем он это делает, но бегает просто сумасшедшим образом. Вы реально, не знаю, если не присматривались, то вы охренеете от того, как бегает Игорь Смольников. Если хотите, я могу вам поставить, но вообще лучше подпишитесь на Бусти, я сделаю там видосик и про Дзюбу турецкого периода, и про Игоря Смольникова торпедовского периода, то есть посмотрим, чем были славны эти парни последние полгода. И, конечно, Смольников гораздо лучше навешивает, чем Живоглядов и Нинахов, он делает это в ход. Прямо качественно, прямо здорово. Принял мяч, вторым касанием уже идет навес. Нет вот этих вот танцев Живоглядова вокруг мяча, что бы сейчас я с ним сделаю, а отдам-ка я назад. Или так, 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 ой, блин, в ближайшего защитника попал. У Смольников это все гораздо надежнее, но при этом, естественно, Смольников это ну, это совершенное отсутствие какого-то игрового интеллекта. Ну, в этом плане Смольников никогда не был эталоном. Для меня Смольников это реинкарнация вообще Рената Янбаева. И ну, и карьера у Смольникова с Янбаевым она была примерно такого же типа, такого же уровня. И знаете, что получается? Спасибо большое за лайки. Да, лайки это важно. Лайки это спасибо огромное всем, кто ставит. И знаете, что получается? Получается, Локомотив берет связку игрока, который пробежит по флангу, навесят, и игрока, который будет стоять штрафной, и этот навес замкнет. И есть некое ощущение, что Галактионов просто разуверился в умении команды забивать голы и попросил что-нибудь, какой-нибудь механизм, который его на всякий случай подстрахует. Ну, типа, а вдруг у Мерунчука не пойдет игра, а вдруг прессинг работать не будет, а вдруг там, не знаю, мяч мы ни разу не доставим, как в матче с Джохором до финальной третьи, а у нас будет хотя бы Смольников, который 3-4 раза за игру пройдет по флангу и навесит, и будет Зюба, который хотя бы один из этих 3-4 навесов превратит в точный удар поворотом. Звучит довольно грустно. Честно, пока меня работа Михаила Галактионова и его уверенность в себе не слишком впечатляет. Но это все товарники и оценка действия, оценка работы всего тренерского штаба и всего спортивного блока она будет, конечно, по итогам вот этой весенней части, за которую мы должны не просто остаться в российской премьер-лиге, да, это такая задача минимум, остаться в российской премьер-лиге. Мы должны убедительно остаться в российской премьер-лиге. Я надеюсь, что буквально 6-7 туров и Локомотив уже просто забудет о том, что когда-то участвовал в такой вещи, как борьба за выживание. То есть наберет минимум 12 очков в 6 матчах, 12, 13, 14 очков, в то время, как конкуренты наберут 3-4 очка и вот мы плюс 10 от них резко рванем. это будет для меня нормальная история. Бонусом, конечно, будет кубок, успешное выступление, но кубок это штука, увы, довольно случайная, даже если мы с учетом того, что мы идем в верхней сетке и проиграв Спартаку из кубка не вылетаем, попадаем в нижнюю сетку, все равно случайность, она есть, случайность, никуда от нее не деться. Но хотелось бы, конечно, еще и в кубке зацепиться, пройти подальше, чтобы было о чем в этом сезоне вспоминать. Помню задачу минимум Лигы Европы, но извините, мы живем адекватностью. Когда Локомотив был с Николичем на там, каком, восьмом месте и имел 29 очков, мы тоже не думали о том, чтобы вот бы нам в Лигу чемпионов залезть. Это мы уже по ходу дела, когда мы дошли до второй строчки, подумали о том, что, а, так может быть из-за чемпионства поборемся. Но на момент, когда мы находились с Райковичем Кикнадзе на восьмой строчке, в целом не думалось о том, что сейчас мы как навяжем борьбу за Лигу чемпионов. Так что и сейчас особо не думается о том, чтобы мы, не знаю, в пятерку попали. Сейчас думается о том, чтобы вот шаг по шаг и не бороться за выживание. Видел мнение европейского паровоза о том, что ему не нравится, о том, что настолько руководство не верит в себя, что берут таких футболистов, как Артема Дзюбу и Игоря Смольникова. В такой формулировке мне это кажется довольно странным, потому что, ну, лучше, наверное, перебдеть, чем недобдеть и, ну, использовать все возможные рычаги для того, чтобы не случилось в конце сезона непоправимых вещей, о которых мы всем будем потом жалеть. Да, согласитесь, что в конце сезона было бы довольно, типа, обидно узнать о том, что мы могли пригласить еще, например, Артему Дзюбу, но решили этого не делать, потому что у нас и так есть Вадим Раков, а у нас есть и так Иван Игнатьев. Кто же знал то, что Игнатьев сломался, а мы оп-оп-оп и не заработали ни одного очка за весну. Я думаю, что вас подобная аргументация не сильно бы обрадовала. Вот, а так, ну, что могут, то делают, делают максимум. Вообще, если честно, то за эту зиму локомотив, как мне кажется, очень сильно укрепился. Не в плане стал сильнее, да, то есть, на мой взгляд, потолок возможностей этого локомотива он упал. То есть, на мой взгляд, потолок локомотива с Педринью, с Исидором, с, а я Исидора пока не могу включить в число игроков локомотива, если честно, но с Керком, с Едваем, ну, то есть, на мой взгляд, потолок возможностей этого локомотива, он выше, чем то, что у нас сейчас есть со Смольниковым Дзюбой. Но при этом пол возможностей этого локомотива, он тоже поднялся, да, то есть, вот люфт, он гораздо-гораздо меньше. И, на мой взгляд, вот этот вот состав, он в целом может играть даже без тренера, потому что там вот теперь есть Дзюба, потому что там есть Смольников, и, ну, как минимум, локомотив всегда может начать просто грузить вперед, Дзюба просто начнет цепляться, просто начнет скидывать Глушенкова, Глушенкова будет бежать в штрафную, бить по воротам, забивать. Да, тут для этого не нужен Черчесов, для этого не нужен Галактионов или кто-либо. Все эти тактики в детско-юношеских школах отрабатываются с раннего возраста, к сожалению. Вот. Ну, соответственно, я очень рад, что взяли Лантратова. Лантратов в товарищеских матчах просто моя отрада для глаз. Пока вся остальная команда меня бесит, Лантратов вызывает у меня только чувство глубочайшего удовлетворения и уверенности, что, ну, вот, по крайней мере, вот за эту линию я могу быть поспокоен и, по крайней мере, здесь не будет никаких вот дурацких проколов, которые случались постоянно на протяжении последних полутора лет. Вот. Почему-то вдруг неожиданно люди забыли о том, что мы купили вообще-то еще Глушенкова и Пеняева. Это довольно молодые ребята, потому что, если сейчас вообще почитаете комментарии, вы, естественно, увидите о том, что локомотив скупает пенсионеров. Все. Помните, мы когда-то покупали молодых футболистов, забудьте. Да, сколько, полтора месяца назад мы купили самого перспективного молодого футболиста России Сергея Пеняева и одного из самых забивных молодых нападающих России Максима Глушенкова. Мы купили это полтора месяца назад. Болельщики уже успели об этом забыть, и раз мы купили Дзюбу, то теперь все. Только старых, только пенсионеров, и никогда в жизни мы никаких молодых больше не купим и не покупали, вообще забыли об этом. Ну, довольно странно. Пеняев пока мало что показал в товарниках, но я верю в этого парня. Глушенков забил гол рикошетом от игрока Урарту, но, по крайней мере, не так активен был, но, по крайней мере, понравился своими ударами, понравился тем, что нацелен на ворота, и если мяч до него доходит, он эту опасность способен создать. Опять же, с момента травмы Рефата Жамалединова в локомотиве не было футболиста, который способен создать опасность для чужих ворот, если ему дать мяч где-то вот около чужой штрафной. У Глушенкова эта способность есть, она проявляется, и мы видели удары по штангам, мы видели просто опасные удары по воротам Джанаева, ну, и мы, собственно, увидели гол ворота Урарту. За это межсезонье к нам добавились еще две хороших боевых единицы, это Михаил Щетинин и Вадим Раков, это молодые ребята, опять же, неожиданность для многих, что, оказывается, у нас есть молодые футболисты, и они играют в составе, и... ну, они действительно могут добавить креатива в центре поля, которого не было в осенней части сезона, потому что в осенней части сезона представить, что какой-нибудь Федоров или Цинбаур использовали бы Михаила Щетинина, я не могу. Если Галактионов не будет использовать после такой предсезонки Ракова или Щетинина, я буду считать его полнейшим идиотом, потому что, ну вот, очевидно на данный момент, что Щетинин сильнейший центральный полузащитник для схемы 4-3-3, или для схемы 4-4-2-ромб, где нужно, ну, бокс-то-боксить, короче, где нужно и у чужой штрафной, и у своей играть. Ракову чуть сложнее, Раков не защитный, центральный полузащитник, вообще не центральный полузащитник, но зато Раков один из самых опасных игроков у чужой штрафной, пока все остальные мнут в сиськи, Раков в каждом матче имеет опасные моменты, создает сам себе моменты для ударов, и даже с Джохором у него были моменты, хотя у всей остальной команды их не было вообще ни одного, у Ракова этот момент был, вот, так что, на мой взгляд, команда стала постабильнее, команда стала понадежнее, и, соответственно, Артем Дзюба и Игорь Смольников, люди, которые могут, как я бы-то сказал, что если ничего у вас не будет работать, то, по крайней мере, вы всегда можете загрузить на Дзюбу или навесить на Дзюбу, и он что-нибудь там где-нибудь выиграет, ну, это тоже добавляет вариативности и добавляет возможности Локомотиву. Короче, короче, я понимаю, Батхёрд людей по поводу того, что Дзюба приходит в Локомотив, Дзюба одиозный персонаж, я, честно говоря, вот, не очень, блин, не могу подобрать слово, то есть, я понимаю, почему люди не любят Дзюбу, но я не разделяю эту нелюбовь, да, то есть, я не разделяю, почему за это можно не любить человека, то есть, в свое время, когда в Локомотив, например, сватали Александра Кокорина или, например, Романа Ерёменко, да, тоже, по-моему, Юрусёмина очень сильно хотел Ерёменко, я честно говорил о том, что, ну, я никогда не приму в Локомотиве вот таких вот людей, потому что Александр Кокорин это уголовник, Роман Ерёменко это наркоман, и это доказанные случаи, доказано то, что Александр Кокорин это уголовник, а то, что Роман Ерёменко это наркоман, для меня это табу, таких людей в Локомотиве я не приму. Есть люди, которые прям вот четко ассоциируются у меня как игроки какого-то другого футбольного клуба. Ну, например, Игорь Акинфеев. Игорь Акинфеев – прекрасный человек, прекрасный вратарь. Я всегда был большим поклонником таланта Игоря Акинфеева, но я не приму Игоря Акинфеева в локомотиве, потому что для меня Игорь Акинфеев – это ЦСКА, и мы всегда боролись ЦСКА, и, соответственно, ну как я могу Игоря Акинфеева теперь представить в майке локомотива. Для меня это было бы сложно. Артем Дзюба играл в Тульском Арсенале, в Томи, в Спартаке, в Зените, в Ростове. Это игрок мира, и представить его в локомотиве для меня вообще никаких проблем нет, тем более, что его очень сильно Павлович хотел еще в том же 17-м году, и я думаю, что приди Дзюба вместо Эдера в 17-м году, не наложи Мещеряков Вета на его переход, я думаю, что борьба за чемпионство для локомотива была бы еще проще, чем она случилась. Может быть, конечно, нет, но я думаю, что почему-то была бы проще. К Дзюбе плохо относится, потому что он яркая личность, и он, как сказать, он все время притягивает к себе внимание какой-нибудь ерундой, какой-нибудь глупостью, какой-нибудь дурачством. Таких людей, деревенских дурачков, обычно не очень любят, а тут он еще и оказывается довольно успешный, и таких людей начинают не любить в 3-4 раза больше. Если кто-то здесь не любит Дзюбу из-за слитого видео с его мастурбацией и его поведением на камеру, ну, это совсем трэш, да, мне кажется, что таких людей точно не должно быть. Вот, но, типа, таких вот эпизодов в его карьере довольно много, и все время он что-то где-то то усы покажет, то вот ролик у него солью, то сорзал его где-то застукает, то еще что-то. Но лично мне такие персонажи, честно, мне такие персонажи по кайфу, потому что они пробуждают интерес к лиге. Дзюба делал лигу интересной, Дзюба делал лигу веселой, ну, плюс к этому он всегда еще забивал, да, то есть одно дело, если ты просто клоун, который ничего толком не делает, это, ну, это довольно странно выглядит. Если ты клоун, который при этом еще и 250 мячей забил за карьеру, это уже довольно, довольно прикольно для всей лиги. Мне по кайфу, и я надеюсь, то, что и локомотив станет чуть-чуть веселее, потому что, извините меня, то, что происходит в локомотиве, это грусть и тоска. Она понятная, почему грусть и тоска сейчас, когда мы стоим на вылет, но почему эта грусть и тоска была в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне, позапозапрошлом сезоне, я, честно говоря, не очень понимаю, и как-то хочется, чтобы все это было поживее и повеселее. Надеюсь, что Дзюба сделает праздник нам всем. Я немножко задолбался говорить, у меня есть еще блок, я хочу показать вам статистику, я ее сюда же открою, но пока я немножечко остановлюсь и почитаю ваши комментарии. По статистике тоже есть что поговорить с вами, что показать, но давайте сначала почитаю комментарии, комментарии, комментарии. Роль Азмуна будет выполнять Глушенков. Давайте немножечко про тактику поговорим. Я в Телеграм-канал выкинул одно из возможных построений локомотива, которое я вижу с Дзюбой, но, естественно, таких построений будет гораздо больше. Давайте здесь напишем, что у нас Лантратов, здесь, допустим, Тикнезян, предположим, Макеев-Кузьмичев, ну, сейчас играют Макеев-Кузьмичев, давайте писать как есть. И справа, ну, раз купили Смольникова, давайте писать Смольников. Якорный опорник. Пока это Дмитрий Баринов, надеюсь, что это будет Артем Карпукас, но пока это Дмитрий Баринов. Дальше, два центральных полузащитника, с ними очень много вопросов. Ну, в роли одного из них я готов видеть Мордишвили, потому что он, по крайней мере, он активен, по крайней мере, он много бегает по полю, прессингует и помогает на каждом участке поля. Не то, чтобы эта помощь к чему-то приводила, но пускай будет так. В роли второго вижу, пока Щетинина, на мой взгляд, никто лучше себя Щетинина на этих сборах не проявил. Роль Верхнегова это, конечно, великий, ужасный Артем Дзубиньо. Да, давайте прям так и напишем, Артем Дзубиньо. Справа Максим Глушенков, вариантов нет. Слева, соответственно, мы получаем либо Сергея Пеняева, либо Миранчука. Миранчук, на мой личный взгляд, играть должен, но то, что он показывает на сборах, это какая-то катастрофа. Человек вообще не бегает, человек вообще не живой, такое ощущение. Возможно, он не перенес эти нагрузки Галактионова, у него абсолютно гири на ногах и он ничего не может с этим сделать, но ускорение от Миранчука, открывание и быстрых ножек, быстрой работы с мячом нету вообще. Поэтому Миранчук на левом фланге это такая история. У нас есть еще Исидор, да, и тогда вот эта вот история с тем, что идет, например, заброс от Смольникова на Дзюбу, Дзюба борется вверху, скидывает мяч себе за спину и туда бегут Глушенков с Исидором, да, и вот мы получаем 4-1-2-1-2, 4-4-2-ромб, тот самый с Дзюбой, который играет ну не то, что распасовщика, а скорее человека, который цепляется за мячи, да, то есть это ситуативно получается. Вот мы видим, как схема 4-3-3 очень быстро трансформируется в 4-4-2-ромб. Собственно, я думаю, что что-то подобное вообще у Локомотива и должно получаться. Исидор Глушенков или Пеняев Глушенков это как раз два быстрых парня, которые могут здорово открыться, получить мяч и дальше пробить поворотом. На мой взгляд, это должно работать. Плюс есть еще Камано, Камано, наверное, тоже может работать, но хрен его знает вообще, как оно будет. Мы можем засунуть Мирнчука вот сюда вот, да, у нас может быть еще вот история с вот этим парнем. И тогда мы получаем тот же самый ромб, только уже с рифатиком, центральным полузащитником и тогда соответственно мы имеем два тупо нападающих Дзюба Глушенков и они там что-то со стеночками пытаются сделать а-ля Дзюба Азмун, да, вот прям как вы написали. На данный момент мы видели вот эти в основном схемы и сложно, наверное, будет что-то ожидать другого от Локомотива. В теории можно было бы ожидать 4-2-3-1 стандартную схему современного футбола, но мне кажется, что она совсем не подходит для Дзюбы, то есть в этом плане вот 4-2-3-1 я бы уже вообще не ожидал. То есть 4-4-2 ромб с Дзюбой Глушенковым, с Дзюбой Камано, Дзюба Пеняев, например, да, где Дзюба опускается вниз, цепляется за мячи и Глушенков забегает ему за спину и соответственно получает мячи. Да, то есть вот предположим, не знаю, видите вы мою мышь или нет, но идет, допустим, передача Смольников-Дзюба, Дзюба спиной к воротам отдает Жемалединову, Жемалединов лицом к воротам в касание отправляет Глушенкова 1-1, да, то есть вот такая вот 1-2-3 троечка, геометрия атаки должна быть примерно такой, да, и Дзюба где-то вот здесь вот баражирует, соответственно, пас пошел на Глушенкова, Глушенков, возможно, ушел во фланг, тогда сюда Дзюба сместился, пошел прострел, Дзюба замкнул головой там или еще чем-нибудь гол. Вот как-то так это должно работать, так это работало в Зените, это не обязательно игра с забросами, да, что мы только с забросами играем, но без вот такого человека, который может на чужой половине поля за мяч зацепиться, если у вас Баринов, Марадишвили, Миранчук, трио центральных полузащитников, вы вряд ли вообще что-либо придумаете. Кто вообще гарантирует, что он в форме будет манчился с протоком? Сильно сомневаюсь, но уже везде об этом пишут. Никто не гарантирует, не знаю, но есть две недели и в целом, честно, ну, мне кажется то, что вот для форварда формата Дзюбы тебе не нужно там 11 километров за игру пробегать, тебе не нужно постоянно делать какие-то рыбки туда-сюда, туда-сюда, ты бегаешь на гладком темпе, у тебя огромные периоды, когда ты отдыхаешь просто не участвуешь в игре, потому что за игру форварды таранного типа, форварды большого типа принимают мяч ну, 18-20 раз. Это считается хорошим показателем, то есть он может и 10 раз принимать мяч. Холланд, если вы знаете, были игры, когда он за игру мяч 3 раза получал. То есть, ну, не то, чтобы для этого нужна какая-то сумасшедшая физическая форма, как мне кажется. сворачивать нельзя, что ли? Насколько я знаю, приложение на андроиде выпустило обновление, которое позволяет фоновый режим использовать у приложения, то есть вы сворачиваете приложение, и оно работает. Но это пока на андроиде, не знаю, когда на ios появится это обновление, не знаю. Так, бомбфэктори, приветствую. Еще на год-другой Дзюба может остаться? Да я думаю, что может, а почему нет? Ну, для этого ему нужно наверняка выполнить какой-нибудь KPI, да, то есть привести определенное количество матчей в стартовом составе, возможно, забить какое-то количество голов. Ну, если это будет, то в целом я не вижу, почему не должен продлеваться контракт. Для меня это нормально. Если игрок хорошо играет, то что бы с ним контракт не продлить? Если он плохо играет, то не продлевается контракт. Помните, как Дзюбу Лешу обещал догнать? Не догнал, получается. Да это, господи, это вообще футбольная история на футбольном поле. Они сколько потом еще в сборной вместе играли, друг на друга передачи отдавали. Чтобы спасти нас с уверенностью 99%, необходимо было бы возвращать Сухину. Кстати, ну, вот, шутки шутками, да, но, типа, вот представьте тот же самый поинт о том, что, типа, зачем они пригласили Сухину, неужели они так боятся вылететь? Ну, если это поможет не вылететь, ну, разве есть какие-то вещи, которые стыдно сделать, потому что тебя засмеют, ой, ну, ты прям уже совсем, да, ну, на мой взгляд, да даже тактика купить лидеров из команд соперников, Смольникова из Торпеда, там, кого-нибудь из Химок, чтобы ослабить Химки и Лантратова, да, Дзюбу из Нижнего Новгорода и кого-нибудь из Факела, ну, это нормальная тактика, потому что, ну, нету в этой борьбе за выживание, нету вещей, которые сделать было бы, ну, понятное дело, там, подсудные вещи а-ля подкуп судей и я не знаю, подкуп соперников это уголовщина, да, но тем не менее, да, ну, в конце сезона лучше все-таки остаться в российской премьер-лиге, чем потом думать, блин, а что мы еще могли сделать, о чем, а вот нам Дзюба забил в последнем матче, а может быть, нам нужно было бы все-таки самим купить Дзюбу, чтобы нам Дзюба не забил, ну, как бы, блин, потом в конце сезона посмеемся, над тем, как мы боялись, что вылетим, но лучше все-таки смеяться, а не плакать. Думаю, хейтеров Усули было бы в сотни раз меньше, чем у Дзюбиньо, нет, понятное дело, что хейтеров у Сулейманова по определению меньше, чем у Дзюбиньо, я говорю о том, что довольных трансфером нападающего какого угодно в феврале 2023 года, ну, было бы просто минимальное количество, то есть шансов, что к нам пришел бы игрок и все такие, слушайте, вот это классный вариант, вот это то, что было нужно, этого бы не произошло, вот единственный человек, на который я думаю, что в теории бы, наверное, многие бы одобрили, это Сочевой Писарский, потому что у него хорошая статистика в этом году, и в целом, да, вот если бы он пришел в декабре, многие бы, ну, согласились, что это вариант нормальный, может быть, не предел каких-то мечтаний для людей, которые до сих пор живут в 2020-м с Юрием Павловичем борются за попадание в Лигу Чемпионов и думают о том, как бы обыгрывать Атлетика, но в целом, я думаю, что многие бы согласились, а сейчас такого Форрада, который бы пришел и все остальные бы, а, ну, нормально, да, слушайте, прям хорош, Ульянов молодец, такого бы не случилось, просто потому, что этих форвардов нет, да, или они бы, ну, за какие-то настолько сумасшедшие деньги, которых у Локомотива тоже нет, а-ля Рафаэль Сантос-Борре, который там за 16 миллионов евро мог бы прийти, при том, что он уже там года 2-3 не играет нормально. ЦСКА все нахваливать незаслуженно, тоже та же Смородская говорит, что Дзюба был бы полезен коням, но когда появились слухи про нас, она сказала, зачем Локомотиву Дзюба, под кого они собирают команду, ну, это я сам в чатике написал, залепил две картинки, там самое смешное, что это не просто мнение Смородской по переходу Дзюбы в ЦСКА, и переходу Дзюбы в Локомотив, это мнение Смородской, сказанное 6 и 7 февраля, то есть это не то, что она там, не знаю, где-то в середине января что-нибудь ляпнула про ЦСКА, а теперь у нее за месяц изменилось мнение, нет, это два соседних дня, 6 и 7 февраля, это очень смешно было. Оправдания по Дзюбе понятны, но Смольников очень странно, оправдания по Смольникову, они абсолютно элементарны, это тренер, который считает то, что Живоглядов и Нинахов не способны выполнять те задачи, которые он требует от крайнего защитника, пройти и навесить, пройти и навесить, и они взяли бесплатного защитника, который может пройти и навесить, все, опять же, ноль рисков для клуба, дешевый контракт, короткий контракт, малое количество обязательств, но не понадобится Смольников, да и хрен бы с ним, но если Смольникова-Одес хотя бы одну голевую передачу за эти полгода, это уже прям отбитов на все 100 весь его контракт. Да, что важно было отметить, я забыл об этом сказать, не сказал, это то, что, конечно, есть во всем этом минус, минус заключается в том, что это не решение проблем Локомотива, да, то есть нельзя сказать о том, что, ну вот, мы купили Смольникова и Дзюбу, и, соответственно, решили проблему Локомотива с комплектованием, с нападающим, с тем, как доставлять мяч вперед. Нет, мы отстроили решение этой проблемы. Через полгода эта проблема снова перед нами возникнет, и нам снова нужно будет ее решать. Нам снова нужно будет думать, что делать с форвардом, нам снова нужно будет думать, что делать с нашими крайними защитниками, что делать с игроками, которые вернулись из аренды, не подойдя к клубам, в которых они были, да, то есть клубы не использовали опцию выкупа, и Локомотиву они не нужны, и клубам, в которые оказались эти футболисты, не нужны, там Мампасси, Анталья Спору не подойдет, Кухта вернется из Антверпена, а его номер уже отдали Дзюбе, и вот в таком духе, да, вот они вернутся, а что с ними делать, не очень понятно, они играть в Локомотиве не хотят, Локомотив уже там других ребят на их место купил. Короче, все, что происходит этой зимой, это не решение проблем, это оттягивание, ну, то есть решение проблем было только с вратарской позицией, здесь мы на долгое время, я уверен, то, что закрыли этот вопрос, все остальное, Конти, Дзюба, Смольников, отдача в аренду всех игроков, это только отсрочка, поэтому летом мы снова ко всему этому вернемся. У Кухты девятый номер был, у Керка был седьмой номер, его отдали Дзюбе, да, сори, забыл, перепутал, оговорился, что, кстати, скажешь об агентских, тоже немаленькую сумму пишут, да, как немаленькую, господи, сто тысяч, сто тысяч долларов за Дзюбу, к нам переходят Жасур Жилолединов и при сумме трансфера 250 тысяч долларов, агентские 750 тысяч долларов, вот это вот большие деньги, 750 тысяч за Жасура Жилолединова, к нам приходят Виталий Лысцов и при сумме трансфера в миллион евро, агентские еще миллион евро, вот это большие деньги, сто тысяч евро, сто тысяч долларов при переходе футболиста на бесплатном трансфере, да это такие копейки, про которые вообще никто никогда в футбольном мире даже не заикался, а тут пытается Бигги раскрыть эту тему, что о, смотрите, там еще же огромное количество подъемных, 50 тысяч долларов, и агентских, о, 100 тысяч долларов, это такой хохотач, господи, они на двоих 300 тысяч долларов получат, 300 тысяч долларов, это, господи, это зарплата, я не знаю, мне кажется, Сельянова, после переподписания контракта, он, наверное, 1600 переподписался, и, соответственно, за полгода 300 тысяч получает, а мы тут двух человек, Смольникова и Дзюбу, обсуждаем, что, блин, посмотрите, как дорого, там еще Шпиневу за переподписание с Сельяновым, я вас уверяю, не 50 тысяч долларов улетело, и не 100, помните, мы с Антоном Мирнчуком контракт переподписывали, там за переподписание контракта с Мирнчуком, Шпинев еще миллион взял, за переподписание контракта с собственным игроком, миллион евриков, бум-пум-пум, поэтому 7 миллионов рублей агентских, ой, за Дзюбу, за Смольникова, за Смольникова, Смольников закрыл бинго ПЗ, а у меня не было бинго правого защитника, у меня был бинго левого защитника, с правым защитником, смотрите, я же в бинго не просто включал пункты, от чего я жду, да, ну, типа, всякое может произойти, я ждал каких-то таких, ну, судьбоносных для локомотива вещей, мне казалось о том, что покупка левого защитника, при том, что позиция левого защитника укомплектована Тикнезианом и Митаем, бредово, абсолютно бредовой идеей, но при этом на тот момент очень сильно об этом витали слухи, поэтому я, ну, типа, если Ульянов решит купить левого защитника, когда у тебя уже есть два левых защитника нормальных, для меня и Тикнезиан, и Митай, это нормальные левые защитники, ну, это, это очень многое бы сказала о спортивном блоке и о Дмитрию Ульянове, в то же время, если бы локомотив купил правого защитника, ну, у нас правый защитник, это же Ваглядов и Нинахов, в конце сезона на позицию правого защитника выходил Митай, который правого защитника не играл никогда, ну, типа, это нормальная история, купить правого защитника, другое дело, что, ну, Смольников, это довольно забавная кандидатура, но если бы это был, не знаю, какой-нибудь другой правый защитник, Караваев, я бы, ну, лайк, но этого не было бы в бинго, кстати, для Дзюбы догнать и перегнать Киржакова, как тебе мотивация? Я вообще уверен, что у Дзюбы проблем с мотивацией не будет, то есть, это не то, что Дзюба приехал чилить на последний контракт, попивая пивко и покуривая сигары, я уверен, что Дзюбе очень не нравится, что его списали со счетов, что над ним смеются, а разозленный Дзюба довольно страшный зверь, как мне кажется. Ну, посмотрим, опять же, если он будет играть только на злобе, на внутренней к миру, то ничего не произойдет, я все-таки надеюсь о том, что у него есть некое мастерство, которое он будет показывать, вне зависимости от того, с какой ноги он сегодня встал. За Зенитом не следил, цифры голевых хорошие, но вот в сборной такого не замечал, почти всегда играл на свой гол. Легко проверить, давайте посмотрим. Не смотрел, не знаю статистику, для меня тоже будет сейчас сюрпризом, что там Дзюба показывал в сборной. 30 голов, 15 голевых передач, очень достойно, 30 плюс 15, на 2 гола, 1 голевая передача. Квалификация, чемпионат Европы, 17 плюс 8, Товарники, 3 плюс 2, Лига нации, 3 плюс 1, Евро 1 плюс 1, чемпионат мира, 3 плюс 2. Нет такого? Нет, вполне себе. Вполне себе помогающий чувак. Может, наши еще под нагрузками, может, к Спартаку подводят на пик формы, тогда и замечится, пляться будет Игнатьев, или кто-то еще. Я говорил об этом Сурарту, и опять же, можно послушать Григоряна, который все, ну, вот честно, я послушал, у меня такая услада для ушей, после обычных комментаторов, Григоряна, который с точки зрения тренера не банальности говорит, а именно говорит то, что видит, то, что, не то, что принято говорить, а то, что вот он конкретно увидел. То есть он начал с того, что говорят, что у Локомотива есть проблемы с девяткой, но мне кажется, это вот слова Григоряна, что у Локомотива проблемы с центральными защитниками, что проблемы в центральной зоне. Проходят там 15-20 минут, и он такой, слушайте, я был неправ, действительно, есть проблема с нападающим, никто не цепляется, проигрывает единоборство, но как играют центральные защитники, мне нравится, они все хорошо делают. То есть вот он посмотрел, он не стал вот напирать на вот эту вот свою, точку зрения, да, как вот, не знаю, поставьте Константина Генича, он, даже если ему час показывать картину Малевича, а он уверен, что она белого цвета, он все равно вам скажет, что квадрат там белый. Вот. Здесь такого нет. Вот. И, собственно, Григоряна тоже об этом сказал, что да, могут быть нагрузки, да, у вас могут быть несвежие ноги, но какие-то определенные вещи вы в любом случае будете выполнять. Нет такого, что, не знаю, вы 80 километров пробежали перед игрой, после этого вас заставляют играть в футбол. Нет, да, вы несвежие, да, у вас там немножечко в голове помутнение, и поэтому вы не будете 90 минут бегать и играть на полную, но какие-то вещи, вот, рисунок игры, он у вас будет все равно получаться вне зависимости от того, насколько вам было тяжело. И этого у локомотива не видно, то есть, если вы не можете выйти из-под прессинга, но вы не можете выйти из-под прессинга не потому, что у вас тяжелые ноги и вы не бегаете. Вы не можете выйти, потому что вы неправильно перемещаетесь, и у вас не хватает техники на то, чтобы это сделать. И от того, что вам дадут 4 выходных перед игрой, вы не сможете выходить из-под прессинга на 90% чаще, чем сейчас это делаете. Может, Смольников банально завершает карьеру в родных пенатах, просто красивая история. Я, кстати, уверен, что Смольников из тех, кто как Жирков будет еще лет 5 играть. Опять же, природа дала, что человек будет играть долго, что, ну, вот он просто машина, которая бегает туда-сюда, 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 и 34 года он вообще не чувствует, и 35, и 36, и 37, он будет вот это вот все делать. Вопрос, с какой эффективностью, но, типа, я уверен, что до окончания карьеры Смольникова еще далеко. Странно, что Смольников на всех фотках без футболки, а Дзюба везде в футболке. Нет фоток на дорожке, но вроде живота не видно. Ничего не могу сказать. Слуцкий тоже в коммент-шоу говорил, что Дзюба тренируется и готов, но Педа в него не поверил. Ну, Слуцкий, опять же, в инстаграме Дзюба есть фотографии со Слуцким, с Гурямом Марианом. Возможно, Гурямом Мариан был тайным агентом, который осуществлял эту сделку. Если бы мы купили Дзюбу 21-го года, то на 3 года СЗП 2 ляма бакса. Да, да, все так. Насколько я помню, Карпин в Спартаке Дзюба на позиции десятки наигрывал, и там он хорошо стату набил. Думаю, что Дзюба креативнее всех наших напов. 100%. Я тоже вот, ну, для меня реально дикость о том, что, и опять же, это вот к вопросу от постоянной штампованности мышления людей. Дзюба один из самых креативных вообще нападающих, которых я видел, потому что все его передачи пяткой, у него огромное количество передачи в разрез, между ног, очень в темп, очень качественно. посмотрите, его передача на Азмуна, это просто, ну, очень часто какие-то шедевры, когда в касании идет сильная передача в Дзюбу, и он в касании умудряется сделать передачу так, что мяч просто опускается идеально в точку, что Азмуну нужно только подставить ногу и точно пробить там под штангу, что Азмун и делал. И в этом плане Дзюба шикарнейший ассистент для многих игроков в Зените того времени. Особенно на фоне смотришь матч Локомотива не только вот сейчас под нагрузками, а вообще матч Локомотива, где отдать передачу на 3 метра с партнеру, чтобы он об этот мяч не споткнулся или чтобы ему не пришлось 3 метра назад бежать, всегда какая-то непосильная задача. Когда Локомотив в касании где-то около чужой штрафной играет, это проходит один раз за игру, ты все время в ладоши хлопаешь. Вау! Ничего себе, как они умеют! Качество паса в Локомотиве с момента ухода Алексея Мирончука упало на 2-3 порядка, мне кажется. Ну, рефатик еще иногда может сделать передачу, но, опять же, рефат последнего времени еще даже до травмы своей несчастной тоже немножечко начал злоупотреблять некачественными передачками. Но у него хотя бы в голове понимание было, когда нужно ее отдать и куда ее нужно отдавать. Жиру, Лукатоне, ну, да много, вы много можете реально вспомнить вот этих вот больших нападающих, которые играют до, там, 38 лет и все равно полезно, и все равно забивают, и все равно никто с ними ничего сделать не может, потому что, ну, их сила не в скорости, их сила не в том, что они на рывках бегают, их сила в том, что они займут позицию и хрен ты его с этой позиции сдвинешь. Жирков, он до скольки лет нормально бегал, это тоже индивидуально у некоторых возрастных, но здесь гораздо больше вопросов к тому, что в какой-то момент скорость уходит и все, это тебе больше нечего предложить. Жирков абсолютно не из тех ребят, которым нечего предложить, кроме скорости, да, мы вспомним, например, Райана Гигза, который тоже фланговый игрок, который тоже носился и доиграл там до 40 или скольки лет, но эти люди, они не за счет скорости играли, они играли за счет, во-первых, невероятное здоровье, практически полное отсутствие травмы, и во-вторых, в голове очень много чего у них было, поэтому, да, они играли, да, они там, Ласьков 40 лет может взять и спокойно сыграть и быть одним из лучших, Андрей Тихонов может выйти в прощальном матче игру перевернуть, условно говоря, да, есть такие люди, но если мы говорим про какого-нибудь Янбаева, то Янбаев играет, играет, играет и нужен, потом у Янбаева в какой-то момент скорость падает и оказывается то, что Янбаеву кроме этой скорости на уровне российской премьер-лиги предложить нечего вообще, и Янбаев уходит в ПФЛ, где он тоже бегает, но уже бегает на уровне ПФЛа, вижу стрим, ставлю лайк, спасибо большое за лайкусики, давайте, если у нас есть 50 лайков, то я вам покажу статистику, а у нас есть 56 лайков, вау, какие вы молодцы, ребят, спасибо огромное, спасибо огромное за ваши сердечки, от меня вам тоже жопку, вайскаут, дамы и господа, вайскаут, я собрал в этой комнате больших форвардов российской премьер-лиги, добавил сюда еще Федора Чалова и ну все, собственно, вот на мой взгляд эталонные большие форварды российской премьер-лиги и Федор Чалов за календарный год, это вот 2022 год, который у Артема Дзюба не получился, вы видите, что у него 1200 минут всего сыграно, малое количество голов, 5, не знаю, кстати, откуда 5, вроде 4 должно было быть, но может быть еще где-нибудь забил, а я этого не учел, нас интересует, конечно, атака, и мы видим, что здесь Сычевой Писарский, это просто боженька и гений, все зелененькое, все красивенькое, молодец, мы видим Антона Заболотной, который кусок говна, который, когда вы думаете о том, что в локомотиве играет Дзюба, вспомните то, что ЦСКА подписывал Антона Заболотного себе, и Антон Заболотный до сих пор в этом самом ЦСКА выходит, и так, успешные действия в атаке за 90, у Камличенко 1,4, маловато, 2,5 у Чалова, 4,18 у Сычевого, 3,92 у Кордоба, 2,04 у Дзюба, 1,78 у Заболотной, не бог весь что, но больше, чем у Камличенко, чуть-чуть поменьше, чем у Чалова, просто меньше, чем у Сычевого и Кордоба, ну, сильно меньше, да, здесь Сычевой и Кордоба гораздо более активно в игру вписаны, здесь, но, тем не менее, да, мы, еще раз, да, 2022 год, крайне неудачный для Артема Дзюба, нормально, нормально, 2,04, проблем нет, не хуже Камличенко Заболотного, голы, 5, ну, Камличенко, Чалов, Сычевой, здесь, конечно, сложно бороться, все забили больше, кроме Заболотного, но голы за 90, если пересчитываем на единицу времени, кто сколько сыграл, то здесь оказывается то, что 0,36 Дзюба не так уж сильно меньше, чем 0,45 Камличенко, поменьше 0,89 Сычевого, и в целом, да, 0,52, 0,57, ну, один гол в два матча, но, тем не менее, 0,36, гол в три матча, точно не самые плохие цифры, вполне себе нормальная история, по XG 4,39, ну, нету оверперформанса, нету недоперформанса, нормальные, XG за 90, здесь еще ближе, мы подбираемся к Камличенко, то есть 0,32 XG он создает, у Камличенко 0,36, неплохо, Чалов, сычевой, побольше, 0,46 Кордобы, тоже уже поближе, ну, короче, похуже, но не так, что, фу, господи, да он же перестал играть в 2022 году, не, нормально, голы головой, нормально у всех есть, кроме заболотного, удары, заметим то, что у Дзюбы меньше ударов, чем абсолютно у всех, я потом вам эту статистику покажу, еще на двухлетнем отрезке, и это там будет еще более явно, но здесь пока просто отметьте, то, что количество ударов у Дзюбы меньше, чем у всех, но при этом ударов в створ 47, а голевая реализация 26%, это больше, чем у Кордобы, у Сычевого и Чалова, меньше, чем у Камличенко, ну, естественно, гораздо больше, чем у Зуболотного, и дальше, опять же, на двухлетнем отрезке это еще более явно проявится, это хороший показатель, то есть, каждый четвертый удар Дзюбы становится голым, давайте Дзюбе возможность бить, и будут голы, xa 1.88, учитывая количество минут, которые он сыграл, 1.88, больше только у Чалова, 4.13, 4.13, Чалов огромная умничка, но если мы переводим xa на 90, 0.14, согласитесь, здесь уже, вообще, ну, практически вровень с Чаловым, топовый, нападающий, из больших для российской премьер-лиги, в год, 2022, тот самый, в который, мне все активно утверждают, то, что Артем Дзюба, вообще уже в футбол не играет, много навесов, 0.95, Дзюба навешивает, с точностью 30%, но это не самое важное для нас, обводок, всегда в арсенале Артема Дзюбы было немного, это не его стихия, видим то, что у Сочевого 5.47, господи, какой же он крутой, успешных обводок, неважно, единоборство в атаке, 10, хороший показатель, то, что больше 10, но здесь, опять же, у нас есть Сочевой Кордова, который имеет 15, зашкаливающий показатель, но 10 и более, я вас уверяю, для нападающего, большого типа, это хороший показатель, 25% выигрываемого, это, кстати, мало, и, возможно, это обусловлено, ну, это как раз говорит о том, что сезон для Дзюбы, прошлый год для Дзюба был плохим, 25%, ну, маловато, нужно выигрывать хотя бы там 30-40, вот, опять же, как у Сочевого, как у Кордобы, как у Камличенко, вот это, вот у них хорошие сезоны, 25, это на уровне Чалова, маловато, маловато, касания в штрафной достаточно, ведение с продвижением мяча, опять же, не про Артема Дзюба, но вообще не про больших форвардов, мы видим то, что, ну, у Кордобы 1.46, у остальных все, все нормально, что происходит, как вы, ребят, мы нормально, мы нормально, мы обсуждаем трансфер Артема Дзюбы в локомотив, теперь смотрите, делаем магию, и расширяем ползунок на 2 года, Артем Дзюба перемещается на первую позицию с 4300 минутами, и тут мы видим то, что 28 голов, это уже максимум, голы за 90, 0.58, чуть-чуть уступает Сычевому, но Сычевой позапрошлый год провел в лигах послабее, чем Артем Дзюба, голы не с пенальти, топ, голы не с пенальти за 90, даже уже больше, чем Сычевой, Игжи больше, а то и в два раза, Игжи за 90 больше, чем у всех, голы головой больше, чем у всех, голы головой за 90 больше, чем у всех, удары 96, по-прежнему, ну, только у Камличенко еще меньше, чем у Дзюба, но он до Ростова, соответственно, маловато играл, и маловато имел возможности, там плохой сезон был, прошлой, да, 2021, вот, у всех остальных гораздо больше, но мы видим о том, что удары в створ 47%, голевая реализация 30%, каждый третий удар, практически каждый третий удар Дзюбы становится голым, и, ну, это очень круто, это на расстоянии в 2 года, это огромная, это огромная выборка, это не то, что вот мы взяли там 100 минут, и там каждый третий удар голым, становится, нет, это огромная выборка, и вот это очень круто, вот такого показателя, чтобы взять и на огромном количестве минут, каждый третий удар был голым, но немного игроков найдется, очень немного, голевые передачи по-прежнему, хорошо, голевые, хорошо, ХА великолепно, ХА за 90, шикарно, навесы, ну, дальше нас мало интересует, выигранное единоборство в атаке, вот, мы уже приблизились к 30%, более-менее нормальная история для нападающего, у Зуболотного 40%, но вот мы видим, что 30%, ну, нормально, Федор Чалов 30%, Кордоба 30%, Сычевой 30%, это вот нормальные цифры, касание в штропной 5,8, а, ну, единоборство в атаке, те же самые 10, мы видим, что хорошие цифры, короче, вот вам Артем Дзюба, по-моему, по-моему, совершенно прекрасный человек, четко понятно, зачем он нужен локомотиву, как мне кажется, для каких конкретно цифр его брали, и нету истории о том, что вот последний год, 2022 год, Зюба вообще ничего не делал, вообще не играл, был пешеходом, был балластом, якорем, нет, он стал меньше забивать, но не прекратил забивать, все равно забивал, очень активно играл в подыгрыше, то зачем он мне и нужен в локомотиве, здесь и сейчас. Инбаев лучший наш правый защитник, снахождение в клубе более года в современной истории, не, есть Владислав Игнатьев, Владислав Игнатьев, это вот в моем сердечке, Влад все-таки показал, что крайний защитник может быть не только бегунком туда-сюда, все-таки Влад уровнем повыше, чем Ренат Инбаев, хотя Ренат Инбаев тоже огромная умница был в свое время. Спустя пару часов этого стрима начинаешь анализировать, что при тихущих вводных прямо сейчас эти ребята смогут нам помочь сохранить места в лиге. Смогут или нет, я этого не говорил, смогут они или нет, это мы узнаем в мае этого года. Я говорю о том, что в подписании Дзюбы и Смольникова здесь сейчас, ну в большей степени Дзюбы, в меньшей степени Смольникова, была логика. Это не то, что взяли просто абсолютно ненужный балласт, попилили кучу бабла, а что делать и зачем, и что нам с этим делать, непонятно. Нет, это довольно защищенный контракт для Локомотива, который ничего не потеряет, даже если Дзюба и Смольников не заиграют, которые понятно, для чего берутся, под какие задачи, но какова у этого будет эффективность, мы не можем сказать. Это не гарантированные варианты, это не стопроцентные варианты. К сожалению, стопроцентных вариантов у нас сейчас уже особо-то и нету. А что там? Какое отношение Дзюбы к Спарточку? Разорвет их на морально-волевых. Ну, все же знают то, что Дзюба обожает забивать Спартаку. Кстати, тоже забавная статистика, что у Дзюбы больше всего матчей сыграно против Локомотива. 35 матчей было сыграно против Локомотива, но в этих 35 матчах он забил всего 6 голов. Всего. 6 голов и отдал всего 7 голевых передач. Ворота Спартака, при том, что матчей было сыграно 15, то есть на 20 меньше, чем против Локомотива, было забито 7 голов. То есть больше, чем ворота Локомотива. Забавная история. В каждом втором матче он забивает Спартаку. В нижней сетке Зенит. Ну, кубок, штука такая. В кубке всегда может случиться какая-нибудь хрень. Например, выйдет игрок, который на самом деле был дисквалифицирован. Знаете, бывают такие дурачки, которые выпускают игрока, который дисквалифицирован, а потом 0-3 получают. Правда, они на поле 0-4 проиграли, но все равно. У меня в этом сезоне одно из самых запоминающих событий это Педро и Худи в матче с Сочи. А что было Педро и Худи в матче с Сочи? Надо Бару, наверное, отпускать, чтобы в раздевалке не было конфликта. Встретится два альфа-самца. Да тоже странная история, что, типа, не должно быть много альфа-самцов. Да наоборот, чем больше вот таких характерных футболистов, тем лучше команда будет играть. Вспомните гребаный 17-18 год, сезон 17-18. Там был Денисов, который, ну, альфа-самец, просто вообще не принимает никакого другого мнения, кроме своего. Там был Чорлука, ну, феноменальный лидер. Там был Ману Фернандеш, человек, который тоже столько всего повидал, и да, он, конечно, интроверт, но он слушать мнения других о себе не будет. Там был Джейперсон Фарфан, который, вообще говоря, чуть ли не король в Перу, которого боготворят у себя на родине, и он пришел что-то делать в Локомотиве. Там каждый игрок, Кверквелия, кто там у нас еще был, Михалик, они, ну, личности, они личности с большой буквы, но все вместе они взяли и слепили команду, которая в итоге боролась за чемпионство. Саба Кверквелия. Это же просто, ну, человек-эмоция, человек-порховая бочка. У нас сейчас огромная проблема то, что в раздевалке в перерывах матча сидит 22 амебы, которые не сказать ничего не могут, не завести друг друга не могут, только давай, 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 давай с первых минут, и потом на первой минуте берут и отдают передачу на свои ворота и получают гол. Вот, на мой взгляд, это гораздо большая проблема, чем то, что у нас будет Баринов и Дзюба одновременно в раздевалке. Я в том числе, да, мы об этом не поговорили, но и Дзюба, и Смольников это чемпионы России, это люди, которые будут выходить на каждый матч с пониманием, что они могут обыграть любого соперника, что для них нету здесь авторитетов, что они обыгрывали вот этих вот людей миллионы раз, ну, сотни раз, и это очень ценно для Локомотива здесь и сейчас, для Локомотива, который вообще не уверен в своих силах и который после первого же удара весну, осенью сыпался как карточный домик. Не станет ли хуже, если Дзюба плохо будет влиять на атмосферу? Сможет ли Галактионов посадить его на скамейку? Сложный вопрос, я не знаю, что там Галактионов сможет или не сможет, я не знаю, как Дзюба себя поведет, садясь на скамейку, мне кажется, что Дзюба не будет сидеть на скамейке просто потому, что сейчас в Локомотиве некому играть, да, то есть нету футболиста в Локомотиве, который бы исполнял роль Дзюбы лучше, чем Дзюба, да, Игнатьев это не сделает, а других вообще нет. Ладно, в начале сезона я даже после твоего ответа в чате гадаю, почему не Писарский два месяца назад, прошу прощения, если уже обсудили, подключился с опозданием. Я не знаю, почему не Писарский, это вот для меня действительно огромная загадка, потому что, ну вот после окончания сезона я и сам писал, и рассчитывал на то, что Локомотив проявит предметный интерес к Сочевому, потому что мне очень понравился Сочевой, мне, ну, вы знаете, то, что я не падок на людей, которые много забивают, да, для меня Агаларов, например, был куском говна, и я категорически не хотел Агаларова в Локомотив, но Сочевой для меня играет хорошо, Сочевой активно участвует в футболе, активно помогает Оренбургу забивать, и Оренбург благодаря ему находится гораздо выше, чем мог бы находиться, сравните с Уфой Агаларова, которая играла на то, чтобы Агаларов забивал, но при этом Уфа утонула, вообще без шансов, без вариантов, так что мне хотелось Сочевого, я был уверен, что Сочевой это отличный вариант для Локомотива, почему Локомотив не связался с Сочевым, если связался, то почему не пробил этот вариант, для меня это был приоритет, гораздо более приоритет, чем Глушенков, например, но что сделано, то сделано, здесь можем только гадать, Непонятно, зачем выдергивали Галактионова из Нижнего Новгорода, если мы решили сейчас брать игроков на упрощение, тогда лучше было пригласить какого-нибудь тренера, который умеет играть на выживание, например, например, Александр Киржаков, Галактионова пригласили не для того, чтобы он упрощал игру, но здесь и сейчас Галактионов посмотрел на этот Локомотив и понял, что обучиться играть 4-3-3, так как он это сделал в молодежной команде, чтобы обыгрывать Испанию доминирующим футболом, он не сможет, а задачу остаться в российской премьер-лиге никто не снимал, и значит, нужно немножечко по-другому эти полгода провести, обучаясь играть в нормальный футбол, но вместе с тем иметь план Б в виде Дзюбы, который свое забьет, свое отборется, свое выиграет, и чуть-чуть упрощая игру, останется в лиге. Это нормальная история, здесь вообще нету проблем, это как раз говорит о гибкости тренера, о том, что он готов уходить от своих каких-то долгом в пользу того, чтобы здесь сейчас получить результат. То, кстати, например, не смог сделать Цорн, тоже писал об этом в посте телеграмовском, что купи Цорн Лантратова и Дзюбу, или просто, ну, не Дзюбу, но какого-нибудь вот такого большого форварда на замену кухте, и мы бы не были там, где мы сейчас. Но Цорн не мог свернуть со своей тропы, которую определил, и в итоге загнал нас на 14-е место. Здесь мы видим то, что готовы немножечко уходить. Да, если бы мы сейчас, наверное, в Товарниках резко заиграли, Глушенков бы забивал, Пеняев бы бегал, забивал, и там, не знаю, центр поля бы финтил, кружил, и не оставлял соперникам ни шанса, ну, наверное, бы не нужны были Смольников и Дзюба. Но мы же видим, как Локомотив играет в этих товарках, и мы видим то, что Галактионов как минимум в двух интервью сказал, что его абсолютно не устраивает то, так играть нельзя. И я с ним абсолютно согласен. Люди не помнят, что было вчера, так что это объяснимо. Ну, блин, это странно. Меня это удивляет. Просто, ну, болельщики, они же как-то, погружены в клуб, они должны знать, что происходит. Но каждый раз я сталкиваюсь с тем, что болельщики помнят, ну, последний месяц, ну, два в лучшем случае. В данном случае они перестали помнить то, что было в декабре. Они теперь помнят только вот сейчас. Все, взяли Дзюбу, значит, нам нужны только 34-летние игроки. Почему? Куда пропал Пеняев? Или его не было, или ему тоже 34? Не знаю. Мне странно, странно. Вроде как, вроде как, если вы зашли на эту трансляцию, если вы, ну, не вы, а если люди в чатике пишут, да, то это люди, которые каким-то образом интересуются локомотивом и готовы потреблять информацию каждый день. Не просто время от времени там раз в год приходят на футбол и что-то там где-то слышали. Но нет. Вот каждый раз с этим сталкиваюсь, о том, что люди забывают о том, что было месяц назад. Не говоря уж о том, что там было два года назад. Хотя это для футбола два года назад это мгновение. Один Дзюба вряд ли бы такую реакцию болельщиков вызвал. Людей пугает, что он пришел в связке с другим перспективным молодым игроком. Не знаю, вот я более-менее понимаю, почему людей раздражает Дзюба, да, ну, одиозная личность, всегда такой провокатор, всегда на грани действовал, всегда любил прикалываться, попровоцировать. Но почему людей может бесить Смольников, я, честно говоря, вообще не понимаю. Ну, типа, в команде у вас есть Живоглядов, у вас есть Нинахов, и вас будет бесить игрок, который пришел бесплатно, который является воспитанником клуба, который, ну, довольно много регалий имеет, способен что-то дать в раздевалке. Да, господи. Да, если он просто банально пришел завершить карьеру, если он побудет в локомотиве и перейдет на тренерскую должность, да и хрен бы с ним, господи. Вот, честно, насчет чего уж барагозить, вот, для меня гораздо больше, не знаю, боли создает вот такой вот слух, реющий над локомотивом о приходе Самошникова. Потому что Самошников придет не на полгода. Самошников, если придет, то придет на достаточно большую зарплату, там, под миллион евро в год и на долгие, на долгие годы. При этом Самошникова, я считаю, довольно, мы пока еще не закончили работу по составу, планируем, что более подробно представим то, что сделали на следующей неделе. Интересно, интересно. То есть, вот, Самошников для меня слабый футболист. Для меня Самошников никогда не дорастет до уровня Смольникова, который, ну, там, играл в Зените, который играл в Краснодаре отчасти. Для меня Самошников уровнем ниже. И вот то, что они с Самошникова приглашают на длительный контракт, для меня гораздо большая проблема. А Смольников, ну, и и ладно. Дмитрий Ульянов, спортивный директор Локомотива, прокомментировал переход Артема Дзюба и Игоря Смольникова в клуб. Столь опытные и титулованные игроки нам очень нужны в текущей ситуации. Пообщавшись с ними, мы увидели и серьезную мотивацию помочь нам, и неплохую физическую форму. Надеемся, увидим в их исполнении и тот футбол, который запомнился болельщикам, в том числе по матчам за сборную России. Повторюсь, глобально Локомотив продолжает ориентироваться на лучших молодых российских футболистов в идеале на воспитанников собственной академии. Сейчас необходимо, чтобы Смольников и Дзюба показали в Локомотиве те лидерские качества, которые всегда славились на протяжении своих футбольных карьер. С Артемом и Игорем мы договорились, что вместе будем решать поставленные задачи в ближайшие месяцы. Прикольно. Хорошие слова, хорошие. Посмотрим, что Нагорных скажет на следующей неделе. не закончилась трансферная кампания, ничего себе. Походу, реально Азмун грядет. Азмун плюс Дзюба это на выигрыш кубка минимум. Вот. Ну, короче, как-то так. Щетинин напомнил Торбинского. Ну, Щетинин гораздо мощнее, чем Торбинский. Торбинский, да, есть что-то, но Щетинин у Торбинского всегда был минус это вот его щуплость. То есть, он был жесткий, он был такой худой, сухощавый, но при этом в силовой борьбе Торбинский не мог, например, взять и кого-то корпусом оттеснить. У Щетинин таких проблем нет. Вот. А в целом, ну да, есть что-то такое. Он со Спартаком конфликтует, это сразу плюс травля от черезручные каналы Спартака. Роман Головатюк отслеживает канал. Спасибо большое, спасибо большое. Про Дзюбу что-нибудь скажешь? Да вроде весь стрим, говорю только про Дзюбу. У нас оказывается состав из русских один из лучших, если не лучший. Информативный стрим сегодня. Ты запись сохранишь тут или на Ютубе тоже. На Ютубе будет эта запись. Привет, ютуберские! Халлоу! Здорово! Поставьте лайк, подпишитесь, еей, вы крутые! Почти схема, которую я писал после прошлого матча, только в защите был Мампаси, то, что есть сейчас мага, это ужас и Смольников сразу в старте ХЗ. Митая, Бымер, Нечуку тренироваться и разбираться в себе. Я не верю в Митая на правом фланге. Вот мы увидели Митая слева в старте на Урарту. Ну, было неплохо, но не сказать, что прям, ну, лучше, чем ты князян, да, давайте Митая. Ну, Митая справа, блин, это всегда будет такая вот мина замедленного действия, потому что Митая может потерять мяч в любой момент, он довольно авантюрный игрок, но когда он находится на левом фланге, то потеря мяча, она будет в боковую линию и, соответственно, есть шансы исправить ситуацию или хотя бы заработать аут. Потеря мяча, Митая, когда он будет на правом фланге, она будет с резкой атакой по центру на наши ворота. Я не хочу это. Ну, как ситуативно можно, но как на постоянное действие нет, мне кажется, это будет больше проблем, чем польза от этого. Марка нет, может, Конти окажется гением обороны. Да я фасона жду. Посмотрите уже, сколько видосов с фасоном, я почти уверен, что он на третьем сборе должен уже какие-то игровые упражнения выполнять. Не уверен, конечно, что он примет участие в товарнике, а жалко, но в то, что в общую группу зайдет, я практически уверен. Потому что сейчас он уже очень много чего делает наравне со всеми, да, то есть там и какие-то уже упражнения с мячом начали давать, и бег, и ускорение, и вот это все. Ну, то есть, надеюсь, что фасон будет уже очень-очень скоро. Связь с партнерами две недели немало? Да, ну, мало, конечно, но не то, чтобы нужно было что-то гениальное для связи с партнерами, для Артема Дзюбы. В целом, в целом, ничего сложного в этом нету. В Семина веришь? В Юрия Павловича Семина верю как в себя. Сухину бы болельщики приняли с большим удовольствием. Было бы забавно, если бы узнали, что с чего вы не подписали, потому что очень хотели купить Лего на его позиции и уже и так купили трех русских. Да может быть, может быть. Я ничего не могу сказать. Я много, ну, всяких теорий строил, почему, как. Они все могут быть с одинаковой долей вероятности. Вот я в Телеграме написал как минимум четыре версии, что могло произойти с Сычевым. Конти для меня абсолютно непонятнейший челик, судя по видосам с тренировок, более деревянный, чем живой. Не знаю, посмотрим. Пока с тренировок, видео с тренировок пока ничего нам толком не дают никакой информации. В ситуации, что с Молу купили без согласования с тренером, а то все сводим к тренеру, а там может не все через него. Да нет, я уверен, что... В Творняках мы видели, что Тикнизян 60 минут играл, Митай 60 минут играл, но ни разу мы не видели то, что правые защитники сыграли больше, чем тайм. Их все время меняли. Даже когда менять было некого, выпускали там Михаила Щетинина на правый фланг обороны. Точно, совершенно, Галактионову не нравится правый фланг нашей обороны. Это я вам гарантирую. Пеняев и Глушенков разве не решение проблем? Посмотрим. Ну, Пеняев, да, Пеняев это работа в долгую, если он, конечно, не уйдет через год в Манчестер Юнайтед. Глушенков, ну, надеюсь, что раскроется. Ничего не буду говорить. У меня есть определенный скепсис по Глушенкову. Надеюсь, что раскроется. Надеюсь, что... И это тоже будет к нам в плюс и на долгие годы. если перевести в пенсии бабушек, как делает Егоров, будет еще внушительней. Пол Гаскоин отслеживает канал. Спасибо большое. Сам Пол Гаскоин почтил нас, внимание. Как для человека самовлюбленного проблем с мотивацией и стремлением доказать не должно быть. Да, абсолютно согласен. Ну, то есть, у таких вот людей, как Дзюба, у них вообще не бывает проблем с мотивацией. Ну, то есть, только тогда, когда у них все хорошо. Вот, когда у них все хорошо, они могут что-то куда-то уйти в какую-нибудь другую совершенно степь. Вот. А когда у них ситуация, что они без клуба три месяца сидят, а до этого над ним смеются, что он в Турции не заиграл, у него сейчас будет прям ну, жесткое, жесткое желание доказать, что он вообще-то умеет играть в футбол. И зря вы там его в сборную не зовете, зря вы над ним смеетесь, и турки тоже упустили, как могли. Так что здесь я вообще бы не стал об этом думать. Что там, кстати, раз слухов нет, значит, играем один матч с Уралом и все. Может, сгоняем с двух сторон к трансляции ЛОК ТВ, хотя бы, было бы круто. Галактенов сказал, что будет два товарищеских матча. Просто я, честно говоря, думаю, что нам просто забыли рассказать, кто второй соперник. Они в календарь поместили Шаньхай-Шеньхуа. Может быть, Шаньхай-Шеньхуа вдруг решил все-таки приехать в ранее запланированное время и сыграют с ними. Но я думаю, что просто банально пресс-служба забыла о том, что Шаньхай-Шеньхуа слились, и там уже кто-то новый товарняк назначил, договорился, и об этом мы узнаем через неделю случайно. Привет всем. Это молодежь в клуб из Смольникова? Нет, это опытные игроки в клуб, которых очень хотел Галактионов. Взять надо бы пару лет назад, да, тогда был крут. Пару лет назад Зюба зарплату получал примерно 2,5-3 миллиона евро, и для того, чтобы его выкупить из Зенита, нужно было бы заплатить еще миллионов 10. Да, наверное, было бы круто взять пару лет назад Артема Зюбу, но шансов на то, чтобы вы взяли человека, который только что там забил 20 голов и отдал 20 голевых передач, ну, не очень велики, согласитесь. Как такой парадокс может быть? Он что травмируется постоянно перед Спартаком или что? Ну, это не парадокс, просто значительная часть карьеры Зюба прошла в Спартаке, в Спартаке он против Спартака играть не мог, да, поэтому те матчи, которые он проводил против ЦСКА, Динамо, Локомотива за Спартак, соответственно здесь не учитываются, соответственно то же самое и Зенит, да, то есть против Зенита он тоже сыграл всего 15 игр, но забил поменьше голов, 4, да, то есть только в каждой третьей даже меньше игре забивал, вот. Против Спама два матча, в одном забьет, во втором нет, я думал шуточно будет забавно Дзюбу взять, но так его и взяли. Если Баринов уйдет, может капитанская повязка тут же переместится Дзюбе, а если даже и не перейдет? Нет, я думаю, что капитанская повязка точно не переместится Дзюбе на эти полгода, летом, если Дзюбы сейчас хорошо себя проявят, то летом, возможно, такой вариант рассмотрят, но тоже, скорее всего, ну, просто по этическим соображениям этого делать не будут, поймут, понимают то, что болельщики вряд ли это хорошо воспримут, вот, а так, есть кандидаты Лан Тратов, ребят, Лан Тратов, великолепнейший, шикарнейший капитан Лан Тратов, у нас Гильерме был капитаном, теперь будет Лан Тратов капитаном, тоже воспитанник, Смольников, вот Смольникову могут дать повязку, Смольников, капитан, воспитанник клуба, нормальная история, Дзюба все равно не сможет играть все 90 минут, на 60-й минуте его будут менять Игнатьев Комано, тогда получается упростительная тактика Галактионов сойдет на нет и будет тот же амебный локомотив, ну это уже предсказания, я пока в них не буду углубляться, Цорну хватило бы Лан Тратова, в атаке даже без нападающего периодически получалось, просто рано пропускали, дурацкие голы и сдувались, может быть и так, но если бы еще и был замена Кухте, а не черт пойми что, то вообще бы, ну просто реально, даже без тренера, даже вот с Компером, что-то бы получалось, но он не захотел этого делать, они хотели красивый футбол, а что если им Азмун поставил условие, что без Дзюба не придет, а Дзюба сказал, что не готов без Смольникова, вот это конечно многоходовочка, А что если они еще и все и без Халка не готовы идти, может быть тогда может быть возьмем не знаю, заметили вы или нет на вот этом видео на вот этом видео первый комментарий вот от этого парня общаются ребятки, общаются, что смотрите, на следующей неделе будем праздновать приход Сердара, если Азмуна, то есть Симака до кучи, летом, а почему нет, в Зените все выиграл, теперь сменить обстановку, он в качестве игрока три чемпионства, тренером почему нет, я только за, я вообще не отношусь к тем людям, которые считают то, что Симак слабый тренер, на мой взгляд Симак опять же шикарный тренер в имеющихся условиях, то есть человек, который выжимает, выжимает, выжимает из Зенита все, что только можно. Читал про Краснодар и Бутхейм, а Крас мало того, что потерял бабки, когда игрок-контракт расторг в одностороннем порядке, теперь еще 500 тысяч должен ему заплатить, еще один шаг ближе к Азии, при чем тут Азия, это все работает FIFA, FIFA, это вот глобальная такая штука, внутри FIFA есть UEFA, Азия, Конка-Каф, там, Африканская и прочие, федерации, решение было FIFA-шное, и Краснодар, я не знаю, на что рассчитывал Краснодар, и, ну, я не очень понимаю, за что нужно 500 тысяч платить, но подозреваю, что Краснодар где-то как-то провафлился, может быть, решил не платить ему денег там за месяц, который Бутхейм работал в клубе на предсезонке, Купили Смольникова, у Нинахова снова ноль шансов выйти, первый на замену, явно живой или тот же Митай, а агент так распинался, что Нинахов остается ради игры в основе, я, кстати, вообще не удивлюсь, если завтра окажется, ну, не знаю, на следующей неделе окажется, что Нинахов уходит в торпедо, Фасон, Фасон, это было бы круто, главное, чтобы не растерялось сильно то, что было до травмы, после Юлдошева живой Нинахов, это шок, я понимаю, я понимаю прекрасно, я, в принципе, считаю, что если починят Фасона, Конте не нужен, ЦЗ у нас достаточно, согласен, ну, зачем-то был нужен, не знаю, Конте, но опять же, опыт, опыт Галактионов очень сильно напирал на опыт, что молодые очень быстро теряются, тушуются, если что-то идет не так, да, то есть, в чем главное вообще отличие опытных футболистов от молодых, что опытные все это уже не раз видели, и если что-то пошло не так, они все равно знают, что они сильные, что они хорошие, что они будут играть так, как они играли до этого, и результат придет. Молодые, когда играют, у них что-то не получается, они, господи, я что-то делаю не так, надо срочно делать все по-другому, и начинают делать какую-то херь полнейшую вообще на поле, как будто они никогда в жизни в футбол не играли, потому что у них что-то не получилось, вот, и это большая проблема, то есть, возможно, Конти, как человек все-таки уже опытный, поигравший в Лиге Чемпионов, в Португалии, в Аргентине, в Мексике, в Бразилии, ну, он, ну, у него такого нет, он как играл, так он и будет играть, и срал он вообще с высокой колокольни на то, что происходит на поле. Ну, для меня просто Конти не очень сильный футболист, но в целом, ну, я понимаю, фетиш Галактионова на игроков повзрослее. Халк недавно за матч 6 килограмм сбросил с 96 до 90. Неплохо. Кстати, у нас Смольников начинал плохо, я видел в нем дерево, хотя Семин был. Смольников человек, человек функция. Смольник это человек, который бегает. Если вы ему даете бегать, если есть цель, ради чего бегать, Смольников будет нормальным футболистом. Если вы думаете, что Смольников будет у вас игру вести, ну, будет много разочарования. Он не техничный, он не обладает каким-то там невероятным видением поля, он не способен там сделать разрезающую передачу мимо 8, игроков. Но он пробежит, и он навесит. Он пробежит, и он навесит. Давайте, я хотел вам поставить пару видосиков. Нет, пока Дзюба прыгает. Просто вот, типа, чтобы вы понимали, чего я жду от смольников, чтобы вы понимали, чего я жду от Смольникова. это игры этого сезона, то есть вот этого полугодия, когда Смольникова уже 34. Просто посмотрите, как эта тварь бегает. Оп, добежал, навесил в голову. Он выиграл фору метров в 10 у игрока Сочи. Он просто побежал, да, то есть, еще раз, посмотрите, сделал передачу и побежал. Раз, вот игрок Сочи, вот игрок Смольников. На! И навесил. Принял. Навесил. Точно в голову, если там будет Дзюба, а не игроки Торпеда, ну, это будет неплохо. Вот этот момент вы должны были помнить. Оп, принял, вторым касанием взял и навесил на самый опасный момент. Ну, точнее, был еще один опасный момент, да, если помните, там в конце матча на 85-й минуте Кузьмичев передачу Смольникову отдал и Смольников Худякову не перекинул. Вот таких вот моментов у него просто выше крыши. Вот, посмотрите, это 93-я минута. Он бегает просто как сумасшедший. С правой ноги, с левой ноги, да не важно. Еще раз, да, это вообще мой любимый фрагмент, наверное, со Смольниковым. Вот, 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 вот Смольников. ему передача идет в спину, он не разворачиваясь, меняет направление и все равно до мяча добегает. Вот такие вот моменты, но если что, подписывайтесь на Boosty, сегодня вечером выйдет подборочка побольше фрагментов с участием Смольникова. Не только хорошие, были, к сожалению, плохие моменты в игре Смольникова. Но если он будет это делать, это будет, ну, это будет лучше, чем Живоглядов или Нинахов в любом матче за Локомотив, потому что, чтобы Живоглядов в темп сделал передачу, я за, сколько он уже у нас, 4 года в команде, ну, я, наверное, матча 2 видел, чтобы Живоглядову отдали передачу и он в ход передачу навесил на голову нашему. Все время остановится, что-то подумает, кто-нибудь прокинет и потом сделает передачу, которую нужно, чтобы забить, принять мяч на грудь и ударить через себя. Че, ребят, закончили? Кайф. А лайки поставили? Опа! 67 лайков. Вау! Вы такие крутые. Вы такие молодцы. Спасибо вам огромное. Спасибо большое за то, что пришли. Еще раз анонсирую, что завтра у нас будет с вами, ну, не с вами, у меня будет подкаст с Григорием Баженовым, с экономистом, преподавателем ВШЭ. Я анонсирую в телеге правильно, с правильными регалиями. Будем говорить про экономику в футболе, про то, как жить и выживать футболу в России и, может быть, не только в России, ну, конечно, в основном про локомотив. Получается, селекционеры отсмотрели внутренний чемпионат свободных агентов, учли пожелания тренера и что-то в клуб купили, с чем можно работать. Я не думаю. Я думаю, что они посмотрели и думали, ну, до последнего сомневались, вот нужно им или не нужно. И когда прошел матч с Урарту, а подвижек нету, Нинахов и Живоглядов так и не начали играть в той манере, в которой от них требуют галактионов, впереди Камано и Игнатьев так и не смогли зацепиться ни за один мяч, но они решили, что, блин, ну, нет, без них не сможем. Ну, вот, точнее, может быть и сможем, но, типа, давайте не будем рисковать. Можем переходить на пять защей. Тоже сомневаюсь. У нас нету хороших пяти защей. Бай-бай. До завтра. Часов восемь по Москве, может быть, девять по Москве. Но, опять же, следите за анонсами в телеге. Поставьте лайк, если еще не поставили. Подпишитесь. И до новых встреч. Спасибо. Всех люблю. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok